всех приветствую в этот день утро вечер когда угодно главное чтобы в этом дне мы поразмышляли на серьезную тему начинаем мы часть восьмую о руководящих принципах в воспитании именно сегодня 4 апреля говорим на тему влияние восприятия воспринимаешь как-то и вот как ты воспринимаешь дальше влияет на тебя на твои поступки мировоззрение так далее в общем разбираемся самый простой тезис очень понятный на что человек взирает кто он и преображается не знаете когда этот принцип был замечен и сработал произошло это примерно вот это веб-камера снимала во время но его потопа мой право за потоп не отвечал был но и в ковчег но вот был потоп в очень много лет назад это где-то четыре тысячи триста пятьдесят лет назад происходило нашей планете не все в это верят креационисты верят что земле не много лет и потоп во времена но и это глобальное время явление это было бесспорно так вот взирание на зло растлило жителей до потопного мира одно дело когда грех просто где-то разово совершается но когда этот грех позиционируется как-то смакуется повторяется украшается и так далее вот это взирание на зло меняет смотрящих они начинают мириться со злом а потом его и повторять я назову несколько принципов которые вы можете сами исследовать они в обществе уже подмечены в социологии и очень сильно влияют самый простой эта теория разбитых окон слышали они исследование было проведено и на основании этой теории была выстроена целая политика градостроительная в конкретно в городе нью-йорке мне довелось быть в этом городе когда уже это сработало то есть ранее где-то в 70 и 80-е годы нью-йорк и нью-йоркское метро было крайне печальным преступным грязным опасным местом но следуя теории разбитых окон лидеры города главы муниципалитетов мр города следовали такому принципу что если люди будут взирать на грязь на граффити на мусор они себя будут вести также поэтому поставили задача перед полицией всеми органами правопорядка следить за тем чтобы в метро не было грязи чтобы метро все раскрашенная вычищалась вымывалась чтобы не было без билетников жестко жестко отслеживали наказывали штрафовали и так далее и все эти меры возымели эффект несмотря на то что вандалы хулиганы портили вагоны их все снимали с линии отмывали запускали новой чистотой и и добились таки это работает по такому принципу вы сами наблюдали если вы видите урну и рядом с этой урной накидано или хотя бы брошено пару фантиков не в урне а рядом то и буквально через день вокруг урны везде будет накидано мимо потому что люди думают по какому принципу если все здесь творят плохое все мусорят то если я по мусорю на фоне других грехов вот этого свинства и нечестия мой слишком маленький то есть я могу мириться с мелкими проступками и все и человек делает себе извинения исходя из того чтобы все же плохие а я не совсем как бы лучше я общение ангел я как все но обвинять меня не надо ведь все плохие вот примерно так до потопный мир максимально извратил божий замысел настолько сильно что всего лишь от сотворения до потопа где-то за полторы тысячи лет деградировала мораль и божье терпение закончилось поэтому был всемирный потоп и если кто не верит читайте изучаете очень важно ну и также еще один принцип окно овертона почитайте это замечательная концепция объясняющая появление в мире любых грехов и пороков и по этому принципу окно овертона вот это взирание на грех примирение с созерцанием приводит к тому что просто происходит морально-нравственная деградация если вы смотрите на себя мечтающего то примерно как этот котенок можете стать царем зверей ну и конечно же во всем этом играет роль выбор и сам господь постоянно говорит о том чтобы люди выбирали но к сожалению люди выбирали взирая на что-то материальное земное и часто языческое или и было поклонническое посмотрите как это описано библейском тексте ибо два зла сделал народ мой меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды бога оставляют не смотрят на бога не смотрят на его служение на храм на чистоту на какое-то учение а смотрят на что образно говоря водоемы разбитые они смотрят на язычество которое забирает жизненные силы у людей просто уничтожает человек теперь понятие избирательное восприятие это можно сказать рецепт чтобы нам сохраниться достойными в этом мире почему нужно избирательное восприятие это великое благословение заткнуть уши и не слышать закрыть глаза и не видеть в каких-то моментах мы должны уметь это делать и еще несколько советов относительно восприятия самоконтроль чувств при деловых встречах очень наверное практично правда когда вы занимаетесь делом и решаете какие-то деловые вопросы чувства неуместны именно поэтому должны быть договорные отношения не чувства простой пример если вы с кем-то хорошо дружите и решили у друга одолжить денежку но вы же друзья вы же хорошие добрые нежные нет это не работает если дело касается денег то в деловых вопросах будьте добры расписку обязательства и их соблюдаете те же кто с такими мыслями но это же свой человек но мы же душа в душу и так далее обязательно происходит притыкание или соблазн и разрушение и чувств и еще и в финансовой сферы сами знаете как это работает это беда просто физические склонности контролируемые совестью о чем речь на те которые хотят иметь ясный ум чтобы видеть уловки сатаны должны подчинить свои чувства контролю разума и совести деятельная энергия высших сил разума необходимо для совершенствования христианского характера от силы нашего разума во многим зависит наша полезная деятельность в этом мире и наше спасение что нужно делать необходимо упражняться в восприятии ум и мышцы должны быть загружены соразмерно чтобы поддерживать здоровье и жизненную силу когда молодые смогут приступить к изучению слова божьего имея здоровое восприятие и спокойные нервы как это работает сегодня представьте если современный человек постоянно смотрит в телефон и постоянно смотрит какую-то картинку анимированную звуковую и так далее его восприятие она затачивается на то чтобы воспринимать кратко визуально ярко и если вдруг ему подается более сложная информация особенно при деловых встречах и когда уже решать серьезные такие вопросы жизненные вопрос образования вопрос каких-то сделок финансовых кредитов оплат за обучение покупка недвижимости и так далее если у человека нет способности к прочтению текста к деловому восприятию он все время на развлечении на шоу его легко обмануть он не натренирован воспринимать правильную информацию даже слышит лекцию он ее слышит вере слушает слушает но не слышит почему он не способен сегодня этой просто пандемия не умение детей воспринимать информацию особенно связи с тем что люди перестали читать а раз они не читают их мозг не готов креативить их мозг принимает только готовую информацию а индустрия развлечений это уже максимально опустила эту способность она предлагает готовый продукт пожалуйста ешьте ешьте не пережевывая просто глотайте информацию глотайте образы что происходит с населением земли она программируем а она управляем а она обманута ну мы это видим сейчас да так вот маленькие рецепты как справляться нужно упражняться восприятие приближение к совершенству обостряет восприятие как-то работает ну чем больше человек приближается к моральному совершенству тем тоньше он чувствует тем острее его восприятие греха и тем полнее проявляется его сочувствие к страждущим замечательные советы то есть совершенство что у нас есть совершенство где мы стремимся к совершенству библия молитва святое причастие обряд завет с богом отношения вот завета или крещения десятина верность богу возвращение его части от дохода прибытка нашего брак как благословение божие вот когда эти вещи для нас святыня и мы к ним стремимся то мы начинаем правильно воспринимать и информацию и отличать все искушения и так далее тоже мешает восприятию самое первое что может мешать это наше настроение или печаль вы помните мария которая была в саду где был гроб господен и она там плакала настолько сильно было ее печаль что когда к ней подошел иисус христос и заговорил с ней она его не знала представьте себе вы слышите голос самого дорогого человека избавившего вас очень от серьезных грехов простившего там так далее а вы не можете его воспринять голос вы не узнаете почему печаль заглушает вот это конкретно евангельский сюжет не воздержание в еде можно и раз мы об этом говорим разного рода грехи который человек практикует и зависит вот от этих грехов это наркозависимость порнозависимость игромания шопоголизм трудоголизм и так далее просто лавина грехов она делает людей не способными к восприятию я когда наблюдаю подобных людей даже по глазам это видно ну прям печаль эти глаза они невероятно пусты ты можешь говорить с человеком на очень высокие темы а он не может слышать он растерял способность воспринимать это очень печально я знаете опускаю руки я не знаю как достучаться потому что уже сработал этот грех помешавший восприятию есть неуправляемые страсти есть такие пороки как гордость себе люби эгоизм это прям ворох ненависть зависть и ревность видели ревнивых людей причем неадекватно ревнивых конечно вообще нормальную информацию не воспринимают картинку не воспринимают они везде видят подвох либо завидуют либо ненавидят либо ревнуют либо тщеславие им не дает правильно воспринимать есть еще обостренное или гипер восприятие некоторые люди думают что у них есть проницательность елена вайта несколько отрезвляет и говорит так проницательность который она думает она обладает в особом смысле есть обман врага эта женщина она как иллюстрацию приводит действительно быстро все замечает быстро понимает хорошо предвидит но это все только благодаря своей природной интуиции сатана воспользовался этими чертами и характера и увел с пути истину то есть человек работает у него мозг работает остро но не с позиции какого-то духовных каких-то духовных целей нет человек просто гипер восприимчив и это приводит ну к худшим последствиям не к созиданию к разрушению а помните еще другие пороки мы назвали там и грех и ревность и зависть и гордость вот именно эти грехи начинают реализовываться при гипер восприятии уловить эту деталь при гипер восприятии пороки обретают большую силу эти недобрые черты характера при помощи силы воли должны быть исправлены и преобразованы иначе в конечном итоге станут причиной крушения веры запомним гипер восприятие может привести к крушению вере еще важный момент очень часто приходится его наблюдать чтобы нам правильно воспринимать действительность нельзя сосредоточиваться на силе сатаны сатана с удовольствием смотрит на плоды которые приносят эти картины его триумфа лишающие людей веры и мужества часто происходит когда люди даже собирая на молитвенные какие-то собрания начинают рассказывать сатана то помешал сатана такие препятствия сделал вот сатана плохой секой и рассказывай короче собрание духовное собрание людей превращается в декларирование дьявольских побед не надо этого делать хорошо может быть люди даже боятся и не говорят прямо не говорят о сатане но они говорят о проблемах то есть когда вы проводите молитвенные собрания не нужно слишком долго озвучивать нужды вы знаете у нашей сестры вот такая нужда у нее такие проблемы эти проблемы потому что а потому что тот а вот этого воспитания вот тот плохой а тот и люди казалось бы говорят о нужде но так красиво расписывают дела дьявола что после этого не молиться не что-то делать нет ни желания не силы и даже страх или как написано или онлайн лишаются люди веры и мужества почему они о делах сатаны столько говорили что они в это преобразились они сразу опустили руки и сдались не делайте этого сразу переходите к решению что может сделать господь вдохновляйтесь божьими обетованиями вдохновляйтесь библейскими примерами или как минимум берите на себя ответственность так беда что можно сделать чтобы справиться с бедой вот это будет более созидательным а не смаковать эти самые проблемы еще и влияет конечно же окружение причем окружение не только даже социальное с кем мы с какими людьми общаемся а также где мы находимся допустим больной человек должен быть на свежем воздухе если обстановка хорошая у болящего он быстрее выздоровеет если рядом оптимисты находится он тоже будет так смотреть вот окружение это даже быт человека помните раньше мы говорили о чистоте в квартире или в больничной палате одежде а чисто плотности а санитарных нормах а проветривание помещения свежем воздухе о солнечном свете о прогулке о физических нагрузках это все окружение наш если мы на это не обращаем внимание то рассчитывать на восприятие на то что мы мир познаем бога познаем не получится даже не переживайте вернее не мечтайте об этом и так эта задача на сегодня сложная тема друзья советую ее перечитывать напоминает а глава 35 завтра же мы опять с вами встретимся и поразмышляем на очень серьезную тему про мотивацию но сегодня хорошего дня успехов во всех делах